Данное сообщение, материал, создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Здравствуйте, на связи Медуза, журналист Владислав Горин и Валом Винчике и Смайликов Сердечек, команда «Что случилось?». Это ежедневный подкаст, посвященный новостям, которые долго остаются важными. В сегодняшнем эпизоде у нас Женева, Путин, Байден. Их и обсудим, потому что, ну, очень интересно, что там вообще случилось, что вообще это было-то. Помириться не помирились две страны, объявлены уступки или несущественны, или уже были оглашены заранее, вроде возвращения послов, но при этом пропаганда России, и, кажется, обоснованно считает, что выиграл на этом саммите Владимир Путин. А в США даже те, кто симпатизирует президенту-демократу Джозефу Байдену, они, выражусь мягко, очень хорошо скрывают свой восторг по поводу действий президента. Настолько хорошо, что может показаться, что вовсе нет никакого восторга по поводу того, как Байден провел женевские переговоры. Кто и что выиграл во время этого саммита? Что все это значит и к чему приведет? Сейчас обсудим, выслушаем объяснение и про Навального отдельным пунктом тоже не забудем. Его обсуждали и Путин, и Байден. Напоминаю, что оформить регулярные пожертвования Медузе можно на страничке support.meduza.io. Мы с недавних пор живем в основном за ваш счет. Рубли, валюта, криптовалюта, все на ваш выбор, там, на странице. Спешите оформить, это уникальное предложение. Его уникальность в том, что пока все это полностью законно. Здесь Максим Сучков, директор Центра перспективных американских исследований МГИМО. Здравствуйте, Максим Александрович. Здравствуйте, спасибо, что пригласили. Я вам честно скажу, странное впечатление произвел вчерашний саммит. И вопрос, который я на разные лады, видимо, буду сегодня повторять. Что все это вообще может значить? Может быть, начнем в духе реальной политики? Кто чего хотел от встречи и кто что получил? Не постесняясь тут перевести цитату Дональда Фредовича Трампа про то, что США ничего не получили, уступили сцену России и для Москвы это был хороший день. Прав ли он, когда говорит это? Ну, нужно посмотреть, опуская, наверное, все-таки Дональда Фредович в этом баттле заинтересованная сторона. Но вопрос, наверное, поставленный правильно и вы, собственно, тоже его формулируете совершенно справедливо. Здесь что нужно иметь в виду? Что в настоящее время в США сложилось несколько, наверное, восприятий России. Вот восприятие России на уровне политического истеблишмента, да, большинством, все-таки представителей американского политического истеблишмента, сводится к тому, что Россия совершенно никакая неравновеликая Соединенным Штатам держала, да, очевидным параметрам. И что Россия, скорее, выступает как некий такой вот назойливый спойлер, который отвлекает Соединенные Штаты, отвлекает ресурсы, отвлекает внимание Соединенных Штатов от по-настоящему системного противостояния, которое будет определять будущее мира и Соединенных Штатов как супердержавы в 21 веке, это противостояние с Китаем. И вот она, ну, грубо говоря, там путается под ногами. Второе восприятие – это то, которое транслируют американские военные и американское разведсообщество, когда в самом свежем мартовском, по-моему, докладе национальной разведки американской говорится о том, что Россия выступает главной угрозой безопасности Соединенных Штатов в трех ключевых сферах. Это ядерное оружие и гиперзвуковое оружие, космос и киберсреда, да, кибервозможности. И поскольку на широком географическом пространстве от Арктики до Украины, Сирии, Средиземноморья, Африки, Северной Кореи, Ирана, плюс такие вот негеографические, но важные вещи, там, как киберпротивостояние, везде, везде, везде Россия является неким таким вот фактором, который, как правило, оказывается по другую сторону баррикадов Соединенных Штатов. И военные американские разведчики призывают, как бы, политическое сообщество, американское что-то с этим сделать, да, серьезно подойти, собственно, к этой угрозе. Но поскольку Россия, по их логике, не представляет какой-то серьезной опасности для Америки в других сферах, необходимо непосредственно поставить, скажем так, контролировать российские возможности вот в этих трех сферах. И все так или иначе, ну, может быть, не сотрудничество, но какая-то коллаборация с Москвой, профессиональное общение, да, с Россией, должно вращаться именно вокруг этих тем. Именно здесь должны оговариваться красные значимые для США линии. Здесь допустимо создание каких-то рабочих групп, диалоговых механизмов, мониторинга, деконфликтинга и тому подобное. И вот если это станет возможным, управлять конфронтацией, то, что сейчас модно говорить, да, управление конфронтацией в этих сферах станет возможным, а значит, оказывать давление на российское руководство через вот политико-идеологическое и санкционно-экономическое поле можно будет продолжать спокойно в относительно незатратном для США режиме и основное внимание и ресурсы сконцентрировать вот на противостоянии с Китаем. Это такая вот в чистой такой выжимке американская логика, наверное. Российскую, может быть, где-то сложнее понять логику, зачем это нужно, да. Есть разные резоны. Американцы полагают, что Россия согласилась из-за статусных вещей, ну, якобы, саммит с президентом Соединенных Штатов – это некое такое вот признание серьезного статуса Владимира Путина как руководителя великой державы. Вторая интерпретация, зачем это России нужно, это тоже экономия на конфронтации. То есть конфликт с Соединенными Штатами и вот это санкционное давление стали такими достаточно затратными, и поэтому, если можно где-то вот разгрузить платежную конфронтационную ведомость, то почему бы это не сделать? И вот, наверное, с вот этих вот позиций стороны подходили к вот этим переговорам, к этому саммиту. Вот. Теперь, возвращаясь непосредственно к вопросу, да, извините за такую долгую прелюдию, может быть, что получили? Я думаю, прежде всего, в любом случае, саммит был полезен для обеих сторон, и для Байдена, и для Путина, наверное, даже прежде всего, чтобы посмотреть друг на друга, уточнить мотивы, прояснить какие-то вещи, прежде всего, для себя. А второе, мне кажется, где его была вот эта ценность, это некая договоренность о создании механизмов управления ответственностью за отношениями. И вот, мне кажется, все вот эти рабочие группы, о которых говорили на трех дорожках, да, стратегическая стабильность, кибер и дипломатические вот эти практики, это и есть вот эти механизмы управления ответственностью. Ну, посмотрим, как они будут работать. Это про саммит, и я думаю, мы к нему еще неизбежно вернемся. Хочется еще для расширения, что ли, кругозора, для того, чтобы мы не замыкались на такой москвоцентричности, посмотреть на то же европейское турне Байдена чуть шире. Это нам отсюда, из Москвы, кажется, что встреча с Путиным была апогеем вот этой поездки, хотя, кажется, это одна из целей всего лишь, а более важная цель – это сказать Европе, что Америка вернулась. Я тут цитирую Байдена. Он в феврале написал статью в Вашингтон-Пост, вообще в своих речах об этом говорил, что при Трампе мы совершенно зря поругались с Европой, да, по вопросу о том, кто должен платить за коллективную безопасность НАТО и, по прочим, другим вопросам. Надо с ними договариваться, учитывать их интересы, в том числе хотят Северный поток. Ну, пусть Северный поток, если им это так выгодно, надо договориться с Европой вот как раз в рамках большого глобального противостояния с тем же самым Китаем. Запад должен быть более-менее единым, и Байден встретился и с главами стран НАТО, включая Эрдогана, да, и с руководителями всей Большой Семерки. Вот если не смотреть на нашу сугубо кремлевско-рубиновую логику, для Байдена эта поездка была чем-то большим, ведь, чем встреча с Путиным? Какая у него глобальная была задача? Да, совершенно точно американское руководство рассматривает ту ситуацию, в которой сегодня США оказались, как некое неповторение, конечно, истории, но многие сравнивают и внутри администрации, я склонен этому доверять, с периодом администрации Трумана, то есть вот сразу после окончания Второй мировой войны, когда европейские империи уходят и высвобождают пространство по всему миру, да, там британцы и французы, есть угроза того, что Советский Союз может этот вакуум, там, идеологически и финансово заполнить, и вот Труман обращается к Конгрессу, говорит, что давайте дадим денег греческому правительству на борьбу, там, с коммунистами и турецкому правительству, и так, собственно, стратегически доктрина Трумана превращает Америку из такой вот региональной державы, и закрепляет статус глобальный, да, который она уже постепенно установилась к тому периоду. И мне кажется примечательным, что многие члены администрации, особенно много на это и прямо говорит, и намекает советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан о том, что США сегодня находятся в подобной ситуации в том смысле, что вот прошли 4 года президентства Трампа, где Америка по всем фронтам отступала, да, уступала позиции авторитарным государствам в представлении, собственно, американцев, воплощением которых является Китай и Россия. И вот теперь необходимо показать союзникам и миру, что США вернулись, что те принципы, на которых они традиционно настаивали, они, собственно, от них не отступили, и что все будет не как при бабушке, условно говоря, да, но к этому нужно стремиться, потому что альтернатива сильно хуже. И с этой точки зрения для Байдена, конечно, важно было, вот мы говорим, что перезагрузки отношений с Россией нет и не будет, и это правильно, я думаю. Но с европейцами, мне кажется, была вот эта идея показать, что отношения нужно перезагрузить. Для американцев традиционно, особенно как для такой морской державы, очень важны союзы и европейские союзники в частности. С одной стороны, потому что они их называют force multipliers, да, такие вот усилители военного и политического потенциала Америки. То есть союзники нужны, потому что они делают нас, американцев, сильнее. С другой стороны, потому что они подкрепляют, скажем так, легитимность политических решений Соединенных Штатов или условно этого коллективного Запада. Поэтому первый, конечно, пункт – это вернуть союзникам уверенность в том, что Америка вернулась. Второй момент – это, конечно, расширить повестку сотрудничества внутри НАТО и внутри евроатлантического сообщества на сдерживание Китая. Потому что за годы Трампа, особенно в последний год, когда в Европе было много разочарования по поводу его действий, и Китай, конечно, очень сильно поджали, китайцы и европейцы договорились много о чем, что прямо противоречило американским интересам. Да, там и торговые соглашения, инвестиционные. И Байдену важно было, если там не на начальном этапе это все прекратить, то вот на том этапе, на котором это сейчас уже все сформировалось. Потому что американцам казалось, что пока еще не поздно, и можно что-то с этим сделать. Что-то из этого получилось, да, что-то получилось. Американцам очень важно здесь тоже посмотреть конкретику, на каких направлениях. То есть американцам очень важно, чтобы китайцы не получили источник доходов, вернее, скажем так, источник к развитию, к собственному, в том числе технологическому, прежде всего, наверное, к технологическому. Поэтому США настаивают на пересмотре вот этих глобальных цепочек поставок и редкоземельных металлов, чтобы не технологические компании китайские не могли производить все свои продукты и успешно конкурировать с американцами, не получали возможности инвестировать, там и европейских инвестиций, все вот эти вещи. Но за это время, опять же, повторю, что частично что-то получилось, но что-то и не получилось. Потому что не все европейцы, особенно немцы осторожно к этому относятся, итальянцы готовы разрывать тот массив отношений, который уже у них сложился с Китаем, те взаимовыгодные партнерства. И в этом смысле, мне кажется, американцам еще предстоит потрудиться над тем, чтобы вот эту вот спайку и китайское влияние в Европе ограничить. Россия в этом смысле уже там чуть позже стала звучать, в таком, наверное, да, она во всех декларациях упоминалась много чаще, чем Китай, и могло сложиться вот это впечатление, соответственно, что все турне Байдена было посвящено так или иначе России. Нет, не все и не везде. Чаще звучало действительно, но самые ключевые области, особенно касающиеся будущего или касающиеся каких-то узловых для американцев проблем, они так или иначе были связаны и завязаны на Китай. Я просто еще раз хочу вернуться, может быть, к заявлениям Байдена. Вы сказали про реал политик, что касается идеалистической части, в которой как раз часто и упоминается Россия, потому что понятный очень образ. Я думаю, что многим американским избирателям очень понятный образ такой русской угрозы. Но вот когда Байден говорит про угрозу демократии, что это его внешнеполитический приоритет, он упоминает две страны – и Россию, и Китай. Что касается защиты демократии и продвижения ее во всем мире, точнее тому, что США будут способствовать развитию демократии. Насколько это серьезное заявление, а насколько оно… Простите мне эту, конечно, логику советского политрука, который за любым заявлением ищет настоящую подоплеку и все объясняет корыстным интересам капиталистов. Но вот тем не менее, насколько это искренние заявления про демократию? Насколько это реальная политика? Ну, здесь два момента. Первое, конечно, то, что демократическая повестка традиционно, скажем так, гротескно звучит, когда демократы у власти. Второй момент, что, учитывая вот это поливение внутри демократической партии, эта правозащитная повестка тоже обретает такое вот новое дыхание, потому что прогрессивистское крыло или прогрессивское крыло демократов, оно особенно рьяно, если не сказать там агрессивно, пытается отстаивать и продвигать вот эту правозащитную тематику. То есть здесь идеологический момент присутствует. Пропорции, где-то ту идеология, а где прагматика, это такой один из проклятых вопросов американской внешней политики. Всегда пытаемся мы угадать, насколько это правда, насколько это ширма для каких-то геополитических интересов. Я думаю, проблемы балансирования между идеологией и реополитик наиболее вычурно показались во время пресс-конференции Байдена вот во время саммита, когда, мне кажется, там было две задачи. Первое, это, конечно, обратиться к внутренней аудитории и к своим союзникам, и показать, что он на самом деле на встрече с Путиным сделал именно то, ради чего приехал. И в этом смысле, кстати, интересно, что он улетел в Вашингтон вместе с ключевыми своими министрами и помощниками. Но зам госсекретаря по политическим вопросам, любимая в кавычках в России Виктория Нулан и главный старший директор России в Совете национальной безопасности Эри Грин, они остались в Европе, чтобы еще раз союзникам и всем, для кого тема России важна, разъяснить, что на самом деле Байден на саммите сделал то, ради чего приехал. А второй момент, это попытаться вытащить Россию из внутри американской политики, куда она попала, ну, по-разному. В России, наверное, скажут, что демократы сами ее туда затащили из-за выборов. Америки скажут, что Россия сама себя туда затащила. Вот тема вмешательства выборов 2016 года. И вернуть Россию в плоскость национальной политики и безопасности. То есть, фактически, ведь Россия последние там пять лет стала внутриполитическим фактором в американской политике. Это очень плохие новости, я думаю, для Москвы. Потому что она становится инструментом или игроком на внутриполитическом американском рынке, и это не очень хорошо. И мне кажется, вот на пресс-конференции он попытался вот эту тему России вернуть изнутри американской политики во внешнем. Но две вот этих задачи, привести во внешнем, ну одновременно своей внутренней аудитории сказать, что с Путиным он в кавычках там разобрался. Это два противоречащих друг другу сюжета в нынешних американских реалиях. И отсюда для одних вот после этого саммита Байден оказался неожиданным прагматиком, которому помог там многолетний опыт и который, смотрите, как вот попытался поговорить на языке реополитик с Путиным. А для других он саммит провалил, мало чем оказался лучше Трампа. Здесь и республиканцы ведут свою игру, конечно, политическую, и немало в демократической партии осталось недовольных, потому что даже на пресс-конференции это было заметно. В чем его обвиняли? Не заставил Путина изменить свое поведение, не призвал к ответу за кибератаки и отравление Навального, не потребовал взять обязательства по безопасности Украины и так далее. И я думаю, что эта тема в американской внутренней политике еще будет достаточно так резонансно звучать. И Байден, мы видели, сорвался даже на журналистов за то, что вы ничего не поняли на самом деле, что произошло. Но это важно. Это важно, потому что показывает, что происходит даже вот эта эволюция идеологической тематики, то есть уже неважно, кто будет у власти, там, демократы или республиканцы, аппетита к военным интервенциям для того, чтобы защитить население от каких-то тоталитарных режимов, как это было там на Ближнем Востоке, уже сильно меньше в американском обществе. То есть есть там и синдромы Ирака, и Ливии популярные, но как бы не делать ничего нельзя, потому что это тоже один из толпов, подкрепляющих Соединенные Штаты как государства и как дееспособного игрока на международной арене. Поэтому я думаю, здесь такой транзитный период американской политики, как же все-таки себя вести, когда нужно получить что-то от достаточно непростых переговорщиков, как там Россия и Китай, но одновременно нельзя закрывать глаза на вот какие-то правозащитные вещи. Вы это сказали, но я для ясности попробую попросить вас упростить или предельно четко сказать политика в отношении России, которая официально называется, ну, в общем, стороной угрозой. Какой будет тактика по отношению к нашему государству? Тот же самый саммит. Это что? Последняя попытка предупредить, что США в случае, если Россия не остановится с кибератаками и прочим, и прочим, перейдет к решительным действиям? Или это попытка, простите, за околодипломатический волопюк начертить красные линии? Вот для полной ясности это было чем? Ну, я думаю, что здесь всего, наверное, понемножку. То есть Байден сказал о шестимесячном сроке, за который можно попытаться создать вот то, о чем я в самом начале сказал, вот эти механизмы управления ответственностью. Посмотреть, что будет, работать что-нибудь. Очевидно, какие-то вещи, которые уже там произошли в дипломатической особенно части, они уже ушли и не вернутся. Ну, что там, посольству нельзя выезжать, что там российским гражданам нельзя работать в посольстве американском и прочее. Есть вещи, которые Путин несколько раз спрашивали на пресс-конференцию по поводу пресловутых иностранных агентов, там еще других вещей. И он сказал, что, ну, в принципе, мы друг друга поняли, хотя прямо это не говорили. И я думаю, что вот важным стресс-тестом, насколько стороны поняли вот эти красные линии или поняли, что являются в отношениях друг друга главными раздражителями, будут выборы как раз в сентябре думские, в которых, я думаю, тоже Путин как-то так намекал, что нужно посмотреть, что произойдет, не будет ли какая-то протестная активность, за которой могут российские власти подозревать западных организаций или структуры. И вот если ничего такого нет, то хорошо, давайте продолжать. То есть я думаю, что здесь важно было обеим сторонам действительно, ну, может быть, не очертить, но достаточно осязаемо сделать вот эти красные линии, и они касались прежде всего вмешательства во внутренние дела друг друга, хотя и Россия, и США понимают их абсолютно по-разному, что представляет свое вмешательство, да, и здесь Байден тоже Путину передал вот этот список из 16 ключевых сфер инфраструктуры, на которые ни в коем случае нельзя осуществлять кибератаки, но, опять же, если верить, то, о чем спросили американские журналисты Байдена, как бы, а вы обозначили какие-то наказания за эти, да, Байден ничего не сказал, российская сторона сказала, что никто никому не угрожал, просто все как бы дали друг другу понять правила игры, да, что можно, что нельзя, но без каких-то вот обозначений и наказаний, которые могут за этим случиться, то есть я думаю, что в принципе был деловой действительно разговор, но это ничего не снимает, то есть конфронтация продолжится, она уведена на какое-то время из поля рисков военного столкновения, то есть по крайней мере обе стороны наверное сделали вывод о том, что ну хотя бы военной плоскости мы не будем воевать и хорошо, но вот из плоскости политической, идеологической или квази-идеологической ничего не будет. И здесь интересно, что по поводу санкций тоже был момент, обозначен вот этот шестимесячный срок, что, так сказать, давайте попробуем посмотреть, получится ли у нас вот в этом новом модус операнте посуществовать, а если нет, ну собственно вернемся к тому, где мы и до этого момента и находились. Ввиду этих договоренностей, о которых мы скорее можем рассуждать и догадываться, выглядит специфическая ситуация с Навальным, предлагаю ее отдельно обсудить. Когда после саммита Байден говорил на своей пресс-конференции, его спросили про оппозицию, про Навального, он ответил в том духе, что если с политиком что-то случится, то это ничего хорошего для Москвы, но там тоже это на самом деле не звучало как угроза, это не звучало так решительно, как многие пересказывали. Ну и Путин своего рода ответ дал, хотя, ну не лично Байдену, про лично мы не знаем, а на своей пресс-конференции, которая была отдельно от Байденовской, он в общем традиционно для советских и российских руководителей ответил про то, что вы говорите про нашу оппозицию, про права человека, у вас у самих БЛМ и Гуантанам. Ну то есть, можно ли сказать, что со стороны Байдена по отношению к Навальному и к независимой политике, к оппозиции в России было продемонстрировано очень формальное отношение, такое ритуальное осуждение, без угрозы каких-либо санкций, с целью, ну как бы мы осудили, но вы вообще разбирайтесь сами, давайте договариваться по другим каким-то пунктам, все, мы к вам, пожалуй, да, не лезем. Я думаю, что это вот именно то, как вы это сформулировали, оно так и воспринимается, потому что я вижу там по первой реакции в Вашингтоне те, кто остался не очень доволен, как Байден на эти вещи среагировал, говорят, что ну вот, здрасте, до саммита другой тон даже, а сейчас вроде, ну неужели как бы там всех слили, что это такое. Это, кстати, тоже был один из таких вот для меня лично удивительных моментов в саммите, что полагали, что Байден будет таким достаточно принципиальным и обычно от политика такого возрастного не ждешь какой-то гибкости, полагая, что он так достаточно ригидно стоит на своих позициях. А он в этом смысле проявил большую, ну опять же, не знаю, насколько это была его инициатива, гибкость, как это правильно назвать, но отклонился от той версии, к которой вообще его готовили даже его ближайшие соратники, потому что и Блинкин, и Салливан, и те люди, которые его готовили, это было 4 человека, два посла бывших в России, Майкл Макфолл и Джон Тефт, Фиона Хилл, которая была при Трампе старшим директором по России, и бывший зам госсекретаря Роуз Гетте-Мюргер, который занимается вопросами стратегической стабильности. И Макфолл и Тефт известны, собственно, тем в России, что занимались как раз-таки вот этой вот тематикой, связанной с оппозицией. по понятным причинам. Но Байден здесь выступил скорее, да, действительно, как такой вот Риэлполитик, где, сказать, да, это интересно, но все-таки это не то, что определяет безопасность Соединенных Штатов. Но и вот этот Риэлполитик, мне кажется, его команда пыталась компенсировать на пресс-конференции, которая, по большому счету, была подготовлена, и те вопросы, которые журналисты Байдену задавали, фактически большая часть была как раз-таки по вот этой тематике. По Навальному, по иностранному агенту, по оппозиции, там, по противостоянию Путину как политику внутри страны и Байден. Опять же, чтобы внутри Соединенных Штатов и для своих союзников пояснить, что эти темы обсуждались и звучали, что не только там обсуждали какую-то геополитику. Но, мне кажется, вот эту часть вопросов Байдена, кроме как того, что я сказал, я предупредил, он не проговаривал на самом деле с Путиным. Хотя вот на пресс-конференции он пытался создать ощущение, что и это не ушло, собственно, из его внимания. И в этой части, конечно, оставляет для тех, кто ожидал чего-то большего, наверное, неприятное послевкусие. Мы с вами обсудили те пункты, по которым две страны договорились друг друга не раздражать. А есть какое-то пространство для сотрудничества? Есть какие-то направления, где, очевидно, США попробуют договариваться и развивать отношения? Ну, то есть, еще раз повторюсь, оппозиция понятна, давайте постараемся не лезть друг к другу, мы воспринимаем вас как людей, которые вмешиваются в наши выборы, вы воспринимаете нас как людей, которые вмешиваются в вашу политику, там есть условная Украина, Грузия и вопросы НАТО, вопрос безопасности, есть хакеры и прочее, но вот есть то, где мы можем сотрудничать, есть ли оно? Ну, вот я думаю, это то, с чего мы начали, сфера стратегической стабильности, это такой несущий хребет советско-американских отношений, то, что напрямую и без всяких как бы двусмысленностей касается безопасности двух стран, потому что никто не хочет умереть от ядерных ударов, а стратегическая стабильность в советский период, во время Холодной войны понималась как соотношение наступательных и оборонительных потенциалов и сейчас в современном мире это понятие очень сильно изменилось, потому что стороны и в том числе и Россия и США, но и большое количество других государств стали наращивать свои потенциалы не в ядерной сфере, да, или в неядерной сфере, и высокоточное оружие, и кибервозможности развиваются, и много кто там космос стал осваивать, и беспилотные автоматические ударные системы, и все вот эти вещи, они так или иначе расширяют понятие стратегической стабильности и безопасности. И Россия и США, потому что там же помимо двух отдельных пресс-конференций было совместное заявление Путина и Байдена, письменное, то есть они не выходили вместе, его не делали, но письменное, где как раз таки они подтвердили все вот эти догмы советско-американских переговоров на все вот эти вооружения, что ядерное оружие это плохо, да, обязуемся там не использовать, и прочее, прочее. То есть стратегическая стабильность это такая спасительная подушка отношений, когда уже ни почему нельзя договориться, то по вот этой теме еще вот что-то можно. Вот при Трампе и по ней нельзя было, сами можем разобраться. Вот при Байдене эта тема вернулась, это первое. Второе, это, конечно, кибердела, то, что вошло в повестку там 16-го года, но на самом деле чуть раньше, но просто широкая общественность стала об этом рассуждать 16-го года после выборов. Посмотрим, удастся ли здесь сторонам на что-то предметное выйти, кроме как вот обозначение того, что это важно для всех. А третий, восстановление дипломатических и консульских услуг, то есть банально, если даже смогут договориться до процедуры выдачи визы и прочих вещей, которые вообще обычная нормальная дипломатическая практика, ты даже не думаешь об этом, но которая очень сильно пострадала и покорежилась за последние 4 года при Трампе. Вот это такие предметные сферы. Довольно неожиданно, ну в принципе где-то и ожидаемо прозвучала тема Арктики. США много об этом говорили и говорили, что вот если мы хотим как-то там между Россией и Китаем бить клин, то вот Арктика это тема, с которой нужно начать, потому что Россия не очень хочет запускать Китай в Арктику. Китай говорит о том, что это достояние всего человечества, да, не исключительно там тех государств, чьи территории к Арктике прилегают. Давайте, в общем, выбивать клинья. Российская позиция в том, что там супер каких-то противоречий нет, но американцы полагают, что Россия милитаризует Арктику. Мне кажется, здесь был достаточно предметный разговор, потому что там неплохо легла и тема изменения климата, потому что ледники тают, шельф там обнажается и в общем много есть о чем поговорить, плюс северный морской путь становится важной логистической артерией для международной торговли и американцы тоже могут здесь иметь свой интерес. Поэтому здесь, мне кажется, из таких вот прям относительно новых тем Арктика неплохо прозвучала. Ну и Сирия, посмотрим, что получится. Был представитель Путина по Сирии Лаврентьев на переговорах тоже и там говорилось о том, что Россия и США могут сотрудничать в деле открытия гуманитарных коридоров, но это очень сложная тема, надо посмотреть, насколько на земле это все получится реализовать. Если подводить итог, боюсь, что он может прозвучать довольно общен, но ладно, рискну. Верно ли сказать, что в Женеве победил Путин, но при этом, но при этом в долгосрочной перспективе победил Байден, потому что его курс на сплочение с западными союзниками, помощь, как сказали бы в старые времена, элеметровным странам, в нашем случае граничащим с Россией, все это сужает пространство действий Москвы, как бы изолирует ее в таком карантине, ну и, собственно, обрекает на долгое, не интенсивное состояние, но такое сожительство на обочине, и что России фундаментально это менее выгодно, чем сотрудничество с Западом, и получается, что США говорит, вы постойте вот там, а мы пока будем разбираться с Китаем, Большой Запад с Большим Востоком. Во-первых, верно ли это, и, во-вторых, можно ли это считать краткосрочной победой Путина, или это можно даже назвать какой-то длинной его большой победой, потому что это обеспечивать на ближайшие годы обеспечило бы, если такая политика была бы реализована, его, в общем, такое безоблачное существование политическое. Я думаю, что в целом действительно было неплохой для лично Путина и, в принципе, для российской стороны саммит, в том числе, и, может быть, прежде всего, потому что изначально ожидания не были большими. То есть, он не увенчался провалом, всякое могло случиться, но вот здесь, конечно, хорошо подготовились протокольные команды и все эти переговоры предварительные, которые до этого были, то есть, действительно, переговоры шли по тем рельсам, которого для них соорудили команды, которые этот саммит готовили и не было никаких неприятных для обеих сторон сюрпризов. Поэтому здесь, когда пресс-секретарь Путина Песков говорит, что все прошло так, как мы этого ожидали, я думаю, он не лукавит, действительно, он для России сложился в целом неплохо. Но, повторюсь, что это действительно какой-то кратковременный момент. Не думаю, что кто-то ждет чего-то большего, то есть, на саммите выжили по максимуму, что можно из нынешней ситуации, но предстоит еще, конечно, посмотреть, насколько стороны смогут придерживаться всего того, о чем они сами договорились. В целом, я думаю, для американцев тоже был неплохой саммит, потому что, по крайней мере, в краткосрочной перспективе можно немного, наверное, выдохнуть и заняться внутренними вопросами, там их огромное количество байтона накопилось, плюс вот эта тема, которая звучит полгода, это неспроста, потому что, фактически, с декабря, наверное, уже этого года в США начнется предвыборная кампания в промежуточные выборы в Конгресс в ноябре 2022 года, и здесь, конечно, уже будет администрация вынуждена в большей степени ориентироваться на внутриполитические контексты, выверять свои шаги про это. Поэтому, я думаю, что в целом неплохо для обеих сторон, и, конечно, здесь особое внимание этому мероприятию уделял Китай, который ничего не комментировал, но внимательно за всем этим делом наблюдал. И в этом смысле неудивительно, наверное, что Путин до конца года должен поехать в Китай, что тоже любопытно. Ну и Байден, возможно, тоже встретится с Си Цзиньпинем, вроде как считается, что это на повестке. Понятно. Спасибо огромное, Максим Александрович, и всего доброго. Спасибо вам. Это был Максим Сучков, директор Центра перспективных американских исследований МГИМО. На прощание хочу сказать спасибо нашему внимательному слушателю Владу Чичури за письмо, которое он прислал нам вчера, с указанием на одну досадную ошибку, у которой могли быть серьезные юридические последствия, и которые мы, благодаря Владу, быстро исправили. Так что теперь к нам не подкопаться. Если вы тоже заметили что-то неладное, обязательно пишите нам на почту подкаст собакамедуза.io и в телеграмм медуза лавзью. Если вам нравится Медуза и этот подкаст, или вы просто считаете, что должна быть независимая пресса на русском языке, проверьте себя, точно ли вы уже оформили регулярные пожертвования на страничке support.meduza.io. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok